Привлечь молодых ивановцев к предпринимательской деятельности – это не только увеличить долю малого бизнеса в регионе, но еще и решить проблему занятости молодежи, считают общественники. На данный момент в ряде регионов наблюдается определенный спад развития молодежного предпринимательства. Молодые люди просто не хотят открывать собственное дело. Я глубоко убежден, что молодым предпринимателям какая-то поддержка, какие-то снисхождения быть должны. То есть на сегодняшний день у нас нет законодательно закрепленного понятия «молодой предприниматель». То есть у нас все предприниматели равны и делятся только на малых и крупных. На сегодняшний день отсутствует точная трактовка понятия «молодой предприниматель». Даже возрастной барьер определяется по-разному. А если нет понятия, значит нет законодательных норм, условий и определенной поддержки этой категории бизнеса. Предприниматель – это человек, который берет на себя ответственность обеспечить не только себя, своих близких, но и своих подчиненных. А молодой предприниматель – это предприниматель, который еще не накопил достаточно опыта, достаточно ресурса, чтобы сделать это грамотно и качественно. То есть у молодого предпринимателя, по сравнению с более опытным, у него больше рисков того, что он не приведет свою команду к успеху. Николая Конова можно назвать одним из самых успешных молодых предпринимателей Ивановской области. Он один из немногих, кто занимается не торговлей, а производством продукции. Говорит, к цели шел долго, но никогда не останавливался. Трудности всегда закаляют. Мы работаем уже пять лет. Каждый год в нашей организации открывалось по новому отделу. На сегодняшний день их пять основных. Самый первый наш участок и самый большой – это электромонтажный участок. Также у нас есть участок по проектированию. Есть у нас отдел по обслуживанию объектов. Обслуживаем электрохозяйство. На нашем обслуживании порядка 35 объектов находится. Также мы делаем испытания измерения. Есть своя лаборатория, зарегистрированная в Ростехнадзоре. И последнее, пятое направление, которое мы открыли с начала этого года – это как раз цех по производству наружной рекламы и светодиодных светильников. Компания Николая Конова выполняет электромонтажные работы, а также лазерную резку и гравировку материалов для наружной рекламы. Сотрудники – молодые специалисты. Возможно, некоторые из них в будущем тоже откроют собственное дело. Главное – заниматься тем, что дает возможность самореализовываться. Это лазерный станок. На нем мы осуществляем резку и гравировку различных материалов для изготовления деталей наружной рекламы. С компьютера запускается режим работы, нужные нам формы и, в принципе, достаточно быстро. На данный момент в регионе действуют целевые программы для оказания помощи начинающим предпринимателям. Эти программы направлены на обучение, консультацию и выдачу субсидий на развитие собственного бизнеса. К сожалению, таких программ не так много и знает о них не каждый. Хотелось бы, чтобы молодежное предпринимательство было законодательно закреплено и поддерживалось, может быть, в виде фондов каких-то. Может быть, в виде бизнес-инкубаторов, то есть, где предприниматели заселяются и платят аренду по минимальной ставке. Хотелось бы, чтобы для предпринимателей было побольше образовательных программ. То есть, это одна из проблем, то, что у нас в наших высших учебных заведениях на бизнес как таковой, на предпринимательство не учат. У нас учат экономики, что не совсем предпринимательской деятельностью является. Общественники считают, что развивать молодежное предпринимательство в регионе просто необходимо. Это приведет, в первую очередь, к решению социальных проблем молодых граждан. Умение вести свое дело, учить самостоятельности, умение автономно принимать решения, нести ответственность за свой бизнес и своих сотрудников и добиваться успеха без помощи окружающих. Сами предприниматели уверены, в ближайшее время волна интереса к открытию собственного бизнеса снова поднимется. Необходимо только, чтобы правительство было готово оказать помощь новым кадрам. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.